Духовная сфера общества Духовная сфера жизни общества Охватывает различные формы и уровни общественного сознания Которые, будучи воплощены в реальном процессе жизни общества Образуют то, что принято называть духовной культурой Что же такое формы общественного сознания? Это нравственное, научное, эстетическое, религиозное Политическое и правовое сознание Вот именно из них состоит духовная сфера жизни общества Духовная сфера жизни общества Охватывает все эти формы общественного сознания Поговорим о каждом из них За нравственное сознание человека Отвечает такая форма общественного сознания, как мораль Тут немножко отойдем в сторону Важно очень отличать, что такое нравственное сознание человека Единицы, да? А что такое форма общественного сознания? В первом случае есть один человек У которого есть какое-то отношение к тем или иным вещам Например, вот этот один человек считает, что вполне, значит, нормально Выйти в центр города куда-то, в людное место И начать орать какие-нибудь матерные частушки Но вот для его сознания, вот этого конкретного одного человека Это норма То есть он не видит в этом ничего проблемного и неудобного Но есть форма общественного сознания Это когда все люди имеют какое-то одно общее мнение по поводу тех или иных вещей Например, большинство людей посмотрит на этого человека И скажет, блин, ну он ненормальный, надо ему в психиатрию То есть они осудят его поступок Большинство людей, да? Вот что значит сознание одного человека и сознание общественное Итак, формами общественного сознания являются Нравственное, научное, эстетическое, религиозное, политическое и правовое сознание За нравственное сознание человека отвечает такая форма общественного сознания Как мораль Мораль – это такой свод правил поведения, которых человек должен придерживаться Правил поведения Эти правила были выстроены согласно представлению людей Например, о добре и зле, о справедливости и несправедливости Хорошем и плохом То есть человек, прежде чем что-то сделать Он всегда сопоставит свое мнение с общественным сознанием Своё сознание с общественным сознанием Он подумает, можно ли сделать вот то-то или то-то в обществе Осудит это или не осудит И уже опираясь на общественное сознание Человек чаще всего формирует свое личное сознание За нравственное сознание, повторимся, человек отвечает такая форма общественного сознания Как мораль Мораль – она штука изменчивая И может меняться от эпохи к эпохе Например, где-то в XVIII веках было осудительно девушке показать даже часть своей ноги Всё это пряталось под юбки, которые были прямо в пол И не дай бог там кусочек ножки увидит Всё это осуждалось Фу, как это аморально Как это нехорошо Какое падение, боже мой Но проходит время, и эта мораль меняется Вспомним прошлый век Там уж конец прошлого века Там мини-юбки, да И всё это уже не осуждается И всё это прекрасно носится Это мораль Далее, за научное сознание человека отвечает такая форма общественного сознания Ну, естественно, как наука О том, что такое наука, мы уже говорили Да, наука – это теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир Которые воспроизводят его в сущностные какие-то стороны В абстрактно-логической форме В виде понятий, теорий, законов И вот эти теоретически систематизированные взгляды на мир Они основаны на результатах научных исследований Далее, за эстетическое сознание человека отвечает такая форма общественного сознания Как искусство Искусство – это специфическая форма общественного сознания Представляющая собой отражение окружающей действительности в каких-то художественных образах Далее, за религиозное сознание человека отвечает такая форма общественного сознания Как религия Религия – это у нас совокупность определенных мифов Религиозных догматов, культовых и обрядовых действий А также религиозных институтов Ну, религиозный институт – это организация такая, да, в обществе образованная Ну, вот церковь, например, это религиозный институт А далее, за политическое сознание человека отвечает такая форма общественного сознания Как политика Политика – это основные принципы, нормы и направления деятельности По осуществлению государственной и общественной власти То есть линия поведения И за правовое сознание человека отвечает такая форма общественного сознания Как право Право – это система общеобязательных формально определенных норм Которые устанавливает и за которыми следит государство И когда того требуется, государство может даже применить силу То есть могут человека посадить в тюрьму, либо как-то наказать денежно Итак, повторим еще раз форма общественного сознания Это у нас такая форма общественного сознания, как мораль Далее форма общественного сознания – наука Форма общественного сознания – искусство Форма общественного сознания – религия Форма общественного сознания – политика И форма общественного сознания – это право В рамках каждой из этих форм общественного сознания формируются какие-то отдельные элементы, которые между собой взаимосвязаны, они реагируют постоянно друг на друга, взаимодействуют друг с другом. Все они составляют именно духовную культуру общества. А что включает в себя духовная культура общества? Это нормы, какие-то правила, какие-то образцы, модели поведения, законы, обычаи, традиции, символы, мифы, знания, идеи, языки и так далее. Все эти элементы являются продуктами духовного производства. Как мы помним, духовная культура играет важную роль в жизни общества. Она выступает средством аккумуляции, то есть как аккумулятор накапливает, оно хранит, духовная культура передает накопленный опыт людьми следующему поколению. Что же касается России в современных условиях? Мы сейчас поговорим о проблемах развития духовной культуры в современной России. Как мы знаем, да, если не знаем, был такой очень мощный слом в 90-е годы, когда от одного режима мы перешли к другому режиму, когда от одного государственного формата, да, мы перешли к другому государственному формату. То есть мы перешли от коммунизма к демократии. Оценки разные. Кто-то до сих пор ценит коммунизм, что коммунизм лучше демократии. Кто-то наоборот говорит, что демократия лучше коммунизма. Но вопрос не в этом. То есть мы перешли от одного режима в другой. То потеряли, а новые еще не нажили, да. Вот этот переход, он сопровождался очень глубоким кризисом, который охватил практически все сферы общественной жизни. Результат вот этого кризиса можно наблюдать и по сей день в области духовной культуры. У нас произошла смена духовных ценностей, у нас произошло снижение общего культуровного уровня населения, у нас низкий уровень государственного финансирования каких-то культурных, научных центров. У нас очень еще слаба правовая база, которая бы призывала как-то регламентировать все культурные процессы, которые происходят в обществе. То есть, по сути, мы разрушили здание, в котором жили, дом, в котором жили. Разрушили мы его до основания. Сейчас мы потихонечку, потихонечку возводим что-то новое. Мы даже еще первого этажа не возвели в нашем, не знаю, там небоскребе. Мы только-только на первоначальных этапах построения нового общества. Дай бог, что все эти процессы пройдут очень быстро и гладко. Итак, сегодня мы с вами поговорили о духовной сфере общества и вкратце рассмотрели проблемы развития духовной культуры в современной России. Мы с вами, давайте повторим те новые термины и понятия, которые сегодня нам повстречались. Итак, формы общественного сознания – это нравственное, научное, эстетическое, религиозное, политическое и правовое. За нравственное сознание человека отвечает такая форма общественного сознания, как мораль. За научное сознание человека отвечает такая форма общественного сознания, как наука. За эстетическое сознание человека отвечает такая форма общественного сознания, как искусство. За религиозное сознание человека отвечает такая форма общественного сознания, как религия. За политическое сознание человека отвечает такая форма общественного сознания, как политика. За правовое сознание человека отвечает такая форма общественного сознания, как право. Все они, вот эти вот формы общественного сознания, друг с другом взаимодействуют и составляют духовную культуру общества. То есть они порождают какие-то нормы, правила, образцы поведения, модели поведения, какие-то законы общества, обычаи, традиции, символы, мифы, знания, идеи, язык. Все это продукты духовного производства. Духовная культура играет важную роль в жизни общества, выступая средством аккумуляции, хранения и передачи накопленного людьми опыта. И закончили мы наш билет тем, что Россия находится сейчас в переходном периоде, когда старое разрушено, новое еще только-только начинает строиться. Кризис наблюдается в области духовной культуры. В России так у нас произошла смена каких-то духовных ценностей. Культурный уровень страны, населения понизился. Государство, в общем, финансирует культуру и науку по каким-то остаточным принципам. И в данный момент очень слабая правовая база, которая бы регламентировала культурный процесс в обществе. Но надеемся, что все изменится, да, и чем быстрее, тем лучше. На этом наш билет закончен. Поблагодарить автора, то есть меня вы можете, подписавшись на мой канал на YouTube, или поставить лайк этому видео. До встречи на следующей лекции. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok